...бежит сугубо на плечах Свена, по крайней мере, на первые минуты 30. Тайт Хантер. Будут выжигать. Он тем более без сапога, быстро взорвая дистанцию, он не в состоянии, но Кинетик Пилдом, возможно, и выиграет себе пару секунд. Стрела, смерть. Робин Гуд, все от урона высосано, то год ластить уже не сможет. Но тем временем забирают наш ДС, должен размениваться Сёма с Аникс Ассасином, и по итогу один в один. Тут очень неприятно. А дальше уже по надобностям, возможно, какой-нибудь БКБ. Так, нападение на Afterlife. Его сжимает, нет, Кинетик Пилде. Хороший станд и с прекрасным контролем еще один фраг сделает Empire 3-2. Счет преимущества по-прежнему на стороне Vega Pony Twars. Сжимаю это Фэн вместе с Мипошкой. Им есть выход от Сёма. Мипошка пытается зафокусить, много дэмэджа по нему. Но Кинетик Пилд хотел перед смертью поставить. Друг это выиграет жизнь Фэн. Фэн раскрутился, пытается уйти. Год замирает, Кинетик Пилде, но идет до конца. Стрела, смерть джиггернаута, два фрага для Вегаспадрон. Два фрага для него лежит. И стрелок бы закинуть куда-то бы надо бы. Но Мипошка все-таки должен уйти. Хотя Сёма его засовывал через семечку. И Мипошка к Т2 спешит быстрее. Мирана уже устремляется за субпортом команды Empire. Есть Сурдж. И выход под Т2 Мипошка пытался убежать даже под Т3. Но это его, естественно, не спасает. Год еще один фраг делает. Статистика у него уже становится 4-1. В этом плане сразу же уходит в леса. Очень больно Роджеру приходит Розор и говорит, ребята, не трогайте моих оппонентов. Ну и Чапи выжигает в начале жизни из Афтерлайфа. Поскольку Сёма потратил лайфермор на Афтерлайфа, он остался без защиты и погиб. Рейзера. Можно убивать. Шедо-шаман. Сеточку. Стрелу закинуть. Хороший тайминг угодно. Но там рейндроп работает. Но магического дэмэджа должен он хватить, чтобы убить Чапи. Чапи. Чапи вроде бы еще немало дэмэджа выдает по итогу в Сайлента. Чапи пытается уйти под Шрайн, но это не получается у него сделать. Но хотя бы Шрайн активируется ради Роджера. Год никого не боится. На топе и вновь века хотят подраться в свою вышку. Правда, здесь остается только Гостик. И на прикрытие ему приходит Дизраптор. Сканетик, ну то можно поиграться. Пытается всё просаживать. Есть стенка ОДС. Это не самое понятное лично мне. Только для того, чтобы создать иллюзию одного Тайт Кантера. Создать иллюзию Тайт Кантера, подблочить и попытаться пробить. Но всё, но здесь погибает слишком толстый. Тайт Кантер не та цель. Такими способностями не убить. Ты вроде бы держишь Шедоу Шамана, но ты понимаешь, что если ты будешь сейчас бить Тайт Кантера, у него сработает пастивка и выключится сетка. Я просто думаю, что в первую очередь такими талантами не стоит разбрасываться, такими умениями. Типа стеночки под стяжки у Дарсиры. И тут погибает ещё и Шедоу Шаман. Ошибка. Вега стоит им двух суппортов. И сейчас Т1 возможности. Трешана. Имеется змейки Шедоу Шамана. Контроль. Хекс. Либо же что? Они хотят сделать фраг. Перед этим выйти на импайр. Прыжок. Попытка убить Никса. Но тут даже не нужны никакие змейки. Просто сеточки хватает. Да в целом Свен справился в Б1. Будем объективны. Никс не ожидал. Ой, далеко заходит. Вега жадно отыграли. Генемсанули Свена. Ультимейт от Хантера по двум целям. Тут же ещё ультимейт от Мепошки. Закрывает в грозу. Подходит Разор. И должны убивать Сайлент. А Сайлент выживает. Год здесь под бронёй находится. Блинк аут. Он заобузил. Он заобузил Блинк. Но это не позволило ему выжить. Он положил его в стэш. Дождался, когда он появится. Блинк появился и он отблинковался. Вот это да. А Сайлент пока что живёт. Сайлент живёт, но у него нет телепорт. Он телепорт делал как раз таки из-за ёлочки. И когда поставили сверху ультимейт Дизраптора. На Транкфилу включенный. Он имеет повышенную спид. Оббегает на ноге. Он остановился. Он остановился. Сайлент зачем ты это сделал? Мепошка есть же. Глимс возвращается до Шамана. Его будут ловить. Должны ловить. Есть Сентряк перед смертью. Сайлента и он погибает. Возможно остановился для того, чтобы его глимсонули в другую точку. В сумме денег тратят на Вижн команды. Но это того стоит. Вы играете против Мирана, против Никса. Да, конечно. Против Трэнта. Против большого количества Инвиза. Сайлент. В очередной раз здесь находится один. Сайлент должен погибать. Хотя есть стрела от Годов. Попытка прикрыть Чапи. В стрелу не попадает. Естественно, поймать хотя бы одного героя. И Шедушаман говорит, этим героем буду я Чапи. Он Вижн поставил. Он поставил бар. Ой, Свен далековато прыгает. Но он под БКБшка. Попытка убить Чапи. Чапи на фейзах отступает. Все было в него потрачено. И БКБ. Надо дождаться, когда закончится БКБ. И нажимать ревчку. Свен вновь бегает своим ультимейтом. БКБ и не наносит дэмэджа под Змейки. Стоит ли идти драться? Гостик говорит, нет, не стоит. Ревч прожимается по двум таргетам. Но и этого достаточно убить хотя бы. Свен все еще живет. Убивают Никса Сассина. Под Змейки не стоит идти. У вас нет ревча. У вас нет ультимейта. А здесь Раптора. Гостик. Утеряет в принципе половину хп. Остановить. Кекс есть. Глот. Находит под живой драней. Из него высасывается дэмэдж. Вынужден отпрыгивать. Фокуса не хватает. Потому что импайр тут. Так никому не хватает фокуса. Никто никого пробить не может. Нам нужен файт-рекап, естественно. 6-7 тысяч дэмэджа. Но его, естественно, увидеть прямо сейчас на маяк. На Роджера и Роджер погибнет. Хотя Карапаса успевает отбросить импейл и бежать в сторону своей команды. И его ловят Хекс на тут уже. Вся команда и под смоками. Чапи вгрызаться в кого-то. Стать клинком. Свена. Слишком мало дэмэджа высылал. Всего лишь 42 единицы. Но это плюс, естественно, для Чапи. Хоть какие-то бонусы он получает. Афтерлайф пытается зафокусить уже после стенки. После стяжки. Роджер находится на ХГ. Его туда забросили. И пытаются змейками отыграться. Отбить импайр. Заставить их отступать. Чапи уходит под несуществующую Т2-вышку. Свена гонит. Вот появляется мана на стан. Залетает. Тут же стрелает. Еще и вразора. Должны убивать. У Свена все еще имеется эгида. Свена гримсонули. Саллинг. Пошел кекс. Реветч. Реветч на защиту. Чтобы команда могла отступить. Чапи слишком битый. Гостик понимает, его вряд ли получится убить. А вот его команду могут. И все еще под вендетой стоит Никс Ассасин на хайграунде. Прилетает ему курица с телепортом. Надо уходить. Надо уходить. И дотянуться. Да, стягивает его назад вниз. Просто туда-сюда. Афтерлайф. Что только с ними делать. Большая овечка погибает. Он его туда-сюда. Он в самом начале файта закинул на ХГ. А потом убилил. Летит на топ. Защита от Свена. И поймали в очередной раз бедного Роджера. Роджера просто разбивают этими самыми звездами с неба. Да, на топе-то Свен гоняется за Тайтхантером. Еще один удар через крипа. Есть. Минус Тайтхантер. Два в ноль. 11-15. Свен прыгает дальше. Убивать мипошку, естественно. Два удара необходимо, чтобы отправить дезраптора в таверну. Как приготовить дезраптору? Текст на развороте. Давай сеточку. Змейки. Сетка. И по таймингу должна стревали. И еще и Свен прыгает. Минус 4 вега. По-моему, ставят запятую в этом. Тайтхантер. Что до шамана можно поймать? Ну, хотя бы, знаешь, хоть какой-то приятный. Сален за монеткой. Беги. Надо было бежать до конца за монеткой. Монетка также достоинца, естественно. Потому что не занимались контролем карту. Свен прыгает. Да там вся команда. Из него начинает высасывать дема. Жемного там же высосали. Да. И развели на БКБ. Раззора. Чапи успел прожать. Никто больше никак не стал акцентировать внимание на этот выход. Стяжка. Стенка от Darkseer. Неплохо проинициировали вега с квадрона. Там же начинает уже Свен убивать Роджера. Убивает также мипошку. Три удара. Байбэк от Сидзраптера. И сейчас будет продолжать там падение. Там Рейзер. Рэвэйдж. Просто чуть ли не по всем героям. Гот. Под фокусом. И Свен. Свен начинает бить спешем. Свен просто разрубается. Кидается сам сайтхантера. Сработал крит. Минус Рейзер. Пытается убежать. Джиггернаут. Джиггернаут спасается. Будет из-за ним проследование. Ну, минус 3. Минус 4. От команды вега с квадрон. И бежать по миду. Подниматься на хэкграунд. И скорее всего сносить не одну линию, а две. Потому что разор не будет 60 секунд. Аайтхантера 50 секунд. Джиггернаут один не справится с этими сдачами. Они идут дальше. Они идут убивать по Т4. Вега злые вега пришли побеждать. Ну, и у них есть все шансы. Потому что импайр в такой ситуации могут даже не тянуть до конца. Они могут просто сдаться. Они издают за гудгейм. Вега молодцы. Браво, опять же. Смогли додавить. Смогли огрызнуться за лотбет. Говорят, знаете, вы там не расслабляетесь. Мы рядом. Все время рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова